Здравствуйте! В эфире телеканал Арис Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Хочешь квартиру, машину или просто деньги прямо сейчас? Пожалуйста. Нынче кредитные организации дают все это максимально быстро, просто без излишних проволочек. Вот только расплачиваться за эти радости жизни приходится, как правило, не один год. А за это время многие обстоятельства могут поменяться. Может случиться и так, что заберут обратно и квартиру, и машину, и деньги, и добавят к этому немалый долг. Чтобы этого не произошло, необходимо трезво оценивать свои финансовые возможности. Если этого не сделать должным образом, это может привести к довольно неприятным последствиям, как в нашем сюжете. Бывает так, что увидев из окна машину приставов, неплатильщики спешат погасить свет, не торопятся открывать дверь. Мол, дома никого нет, местонахождение должника неизвестно, у каждого свои методы. Так или иначе, приставы своего добьются. Так по улице Советская конфисковали машину. По словам судебного пристава, гражданин должен банку около 500 тысяч рублей. Добавок, его автомобиль заложен в банк. В рамках исполнительного производства в пользу кредитной организации арестован данный автомобиль. Сейчас у нас происходят исполнительские действия. Данная машина изъята и передана ответственной хранителе банку. В последующем будут проходить торги, мы ее передадим. Если на торгах данная машина не продастся, то, соответственно, машина будет передана в счет долга взыскателю, в счет погашения задолженности. В городе это не единичный случай. Каждую неделю происходят подобные аресты. Раз в неделю мы всегда арестовываем, изымаем, передаем. В практику это входит. По данному случаю мы сейчас приедем в отдел, составим спецдонос в полицию, сообщим, что без должника изъята машина. В рамках какого производства, почему спецдонос будет сделан. И уже в ГИБДД и полиции будут знать, что мы приехали и забрали. Очень легко взять деньги, но довольно сложно их вернуть. Особенно с процентами. Приставы советуют, что прежде чем брать деньги в долг, особенно у кредитных организаций, нужно тщательно обдумать такой шаг. Выборы в Госдуму России назначены на 18 сентября. В этот же день кумертаусцы будут выбирать депутатов местного совета. 3 августа завершилась регистрация кандидатов в депутаты. О ее итогах нам готов рассказать председатель территориальной избирательной комиссии, Михаил Подковко. Он у нас на связи. Михаил Николаевич, здравствуйте. Расскажите, сколько кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировалось? Здравствуйте. На сегодняшний день у нас выдвинулось 11 кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания. Из них 9 человек уже зарегистрировано. Я назову эти фамилии. Это Сидоров Виталий Алексеевич, Ахметьянова. Сидоров Виталий Алексеевич у нас выдвинут в порядке самого движения. Я перечисляю тех, кто у нас выдвинут в кандидатов в депутаты. Ахметьянова Айгуля Аратовна выдвинута политическая партия ЛДПР. Зубаков Сергей Геннадьевич выдвинут в порядке самого движения. Сарбаев Раиль Сарихович выдвинут в политической партии «Справедливая Россия». Сапожникова Ольга Геннадьевна выдвинута политической партией «Патриоты России». Байгускаров Зарив Закирович выдвинут в политической партии «Единая Россия». Кутлугужин Юнир Галимьянович выдвинут в политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Махов Борис Анатольевич выдвинут в политической партии «Зеленые». Рамазанова Нина Васильевна выдвинут в политической партии «Коммунистическая партия» «Коммунисты России». Гумеров Радис Рафитович выдвинут в политической партии «Родина». И Машко Павел Николаевич выдвинут в политической партии «Партия Роста». Вот 11 кандидатов у нас выдвинулись. И из 11 9 пока зарегистрированы. Что можете сказать о регистрации кандидатов в депутаты местного совета? В местный совет у нас на сегодняшний день, в местный совет по количеству кандидатов в депутаты, выдвинутых и зарегистрированных, у нас следующая информация. В совет городского округа по единому округу, то есть по спискам избирательных объединений, было выдвинуто 6 политических партий на территории города Кумертау. Вы знаете, что 21 июля у нас завершился период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты в совет городского округа. И у нас получили следующие результаты. Из 6 политических партий по единому городскому округу у нас зарегистрировано 4 политических партии, такие как ЛДПР, КПРФ, Единая Россия и Патриоты России. К сожалению, не прошли регистрацию у нас 2 партии, это Справедливая Россия и Патриоты России. Не прошли регистрацию по разным условиям. К примеру, Патриоты, к примеру, Партия Роста у нас по подписным листам не набрали определенное количество достоверных подписей. А Справедливая Россия у нас не своевременно открыли избирательный счет и не предоставили уведомления об открытии счета и первый финансовый отчет. Что касается одномандатных избирательных округов, я напоминаю, что у нас и в городе 10 будет одномандатных избирательных округов по выборам Совета городского округа. И выдвинут было 41 кандидат по одномандатным избирательным округам, среди которых 3 самого движенца. На сегодняшний день регистрацию прошли 41 кандидат, 6 человек у нас не прошли регистрацию по различным причинам. К примеру, один кандидат отозвал собственным заявлением и другие 5 кандидатов не прошли по различным причинам. Что касается местных советов, еще раз уточняю, у нас зарегистрировано 4 политических партии и 41 кандидат по одномандатным избирательным округам. Всего в местный совет у нас выдвинулось 72 кандидата в депутаты. С сегодняшнего дня начинается выдача открепительных удостоверений. Куда гражданам обращаться за получением этого документа? По открепительным удостоверениям у нас для городского населения следующая информация. С 3 августа по 6 сентября открепительное удостоверение можно будет получить в территориальной избирательной комиссии города Кумертау по адресу улица Ленина, 18, здание администрации, 3 этаж, кабинет 313. Время работы комиссии с 9 до 18.00, обеденный перерыв с 13 до 14.00. Открепительное удостоверение с 7 сентября можно получить в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Каков следующий этап предвыборной кампании? 4 августа в 15.00 на третьем этаже администрации города Кумертау в конференц-зале мы проводим жеребьевку по распределению мест расположения политических партий и объединений в избирательном бюллетене по выборам в совет городского округа. Напоминаю, что 4 августа мы приглашаем уполномоченных представителей политических партий для участия в этой жеребьевке по распределению мест в избирательном бюллетене. Спасибо. Напомню, что на связи с нашей студией был председатель территориальной избирательной комиссии Михаил Подковка. Он рассказал о ходе избирательной кампании. 20 августа Кумертау отметит День города и День авиации. В рамках праздника Кума ПП традиционно проведет День открытых дверей. С 10.00 до 13.00 городообразующие предприятия смогут посетить все желающие. Кроме того, в 15.00 на площади Угольщиков перед центром Дуслык состоится церемония награждений горожан. Для молодоженов организуют свадебное приключение. В парке культуры и отдыха имени Гагарина планируется провести городской сабанту и выставку собак, детскую игровую программу и дискотеку. В 18.00 на площади Советов концерт, дискотека и народные гуляния. Напомню, все это запланировано на 20 августа. И это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.